МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Господин Каббат, здравствуйте! Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашей студии. Господин Каббат, вы, наверное, знаете о том, что институт, ваш институт, институт системного прикладного анализа, называют площадкой двух разведок, ЦРУ и КГБ. Он был создан в 1972 году. И говорят, что именно тогда было положено такое интеллектуальное начало подготовки распада, развала Советского Союза. Что вам об этом известно? Спасибо за приглашение на вашу передачу. Этот институт был основан в 1972 году прошлого столетия. И он был создан премьер-министром Советского Союза господин Косыгином и президентом Джонсоном США. И он был учрежден с целью создания научного моста, который разделял тогдашний Запад и Восток. И он был создан как простая организация, в которой бы работали ученые из двух лагерей – Восток и Запад. И сейчас институту 40 лет, и он стал одним из лидеров в своей области, поддерживает его различные правительства, организации объединенных наций, представители бизнеса. И в этот момент я бы хотел использовать возможность и, находясь в России, сказать, что Советский Союз, Россия и Академия наук СССР, потому что в ее недрах родилась эта мысль создать институт. Нет бюрократических правил. Все, с чем я занят, это привлекать к работе самых блестящих ученых, талантливых специалистов. У нас работают несколько нобельских лауреатов. У нас нет никакого потолка возраста. И у нас работают совершенно молодые ученые и пожилые люди. Это место, где мы до сих пор строим мосты. Советский Союз распался. И сейчас у нас совершенно другая обстановка. Но, тем не менее, мы нуждаемся в новых мостах. Давайте подумаем об Иране, о боях Кореи, а также о Ближнем Востоке. До 1990-х годов мы также помогали строить мосты. Я приехал в Россию с специальной миссией впервые, как директор этого института, чтобы приглашать к сотрудничеству специалистов из Российской Академии наук, специалистов из правительства, работать, сотрудничать. И, честно говоря, мы не представляем нашей работы в институте без ваших специалистов. Вашему институту 40 лет, а страна, одна из стран, которая стояла у истоков создания этого ведомства, уже не существует. Не существует уже 20 лет. Знаете ли вы, что сегодня в России очень популярны, может быть, и не только в России, во всем мире очень популярны, так называемые теории заговоров. Что вы можете сказать, какую роль все-таки сыграл этот институт в распаде Советского Союза, в крахе этой страны? Да. Посмотрите мне рассказать историю, которая вошла к месту. Когда господин Горбачев в 1990-е годы, когда началась перестройка, и он принял решение отправить ряд молодых, талантливых экономистов из России в наш институт, и он пригласил также в страну ряд американских экономистов, и он попросил их работать вместе, одной командой, чтобы подготовить различные планы и сценарии о том, как перейти Советскому Союзу на новую платформу, чтобы существовать в современном мире. Некоторые из этих специалистов вернулись в Россию и стали работать в правительстве Ельцин, такие, например, как Гайдар. И методика, которая была разработана в этом институте вместе с американскими специалистами-экономистами, мы называемые «зеленая книга», это послужило платформой, которая помогла начинать этот переход. Это очень важный инструмент. Здесь можно говорить о том, что этот институт сыграл положительную роль. Как раз он не способствовал распаду, а он способствовал переходу вашего государства. И лидеры того периода вернулись, и тогда встреча, которая состоялась, когда называлась... Некоторые из них, например, господин Клауса Чехской республики, в России с российскими экономистами, которые стали уже известными политиками, министрами и членами правительства вместе с другими блестящими учеными мира, у них появилась возможность оглянуться назад и посмотреть, правильно ли мы действовали в тот период, когда в России в Советском Союзе началась перестройка. И сейчас мы можем сказать, что мы делали все правильно, и мы горды за свою работу. Но у нас появилась новая роль, потому что благодаря этому успеху мы работаем вместе над аналогичными, похожими проектами для арабских стран на Ближнем Востоке. Мы можем готовить сценарий для регионального развития. И этот опыт построения мостов между Востоком и Западом может применяться снова и снова в других ситуациях. И нам нужна Россия. Распад Советского Союза и годы, проведенные жителями России, гражданами России первые годы после распада Советского Союза, это было очень трудное время. Как вам кажется, все ли было правильно просчитано и подготовлено вашими специалистами, коли вы признаете действительно роль института в истории? Я считаю, что в переходный период, как мы его называем, после распада Советского Блока, он характеризуется, конечно, неопределенностью и неуверенностью, что касается использования знаний, практического применения. И многие из бывших стран, которые вступили в наш институт до 90-х годов, некоторые из них были учредителями, они вышли из института, они вышли оттуда из-за изменений, инфраструктурных изменений в их странах, из-за финансового состояния. Я бы хотел прокомментировать, что Российская Академия Наук и Россия в целом, они никогда не выходили, всегда оставались членами нашего института, работали в наших комитетах даже в самые трудные периоды. И в 90-е годы, до 95-го года, когда в бывшем советском блоге были проблемы, и именно Россия прилагала большие усилия, чтобы этот институт не распался. И Россия играла также ключевую роль во время правления президента Рейгана, когда президент Рейган обвинил наш институт в том, что мы шпионим на Россию, и предлагал Великобританию выйти из этого института. Америка никогда не покинула институт. И я думаю, тогда Советский Союз, Россия, очень помогала и не давала этому институту прекратить свое существование. Союз перестал существовать в 91-м году. А за какой период специалисты института могли предсказать этот печальный финал? Ну, насколько я понимаю, переходный период от поколения советских экспертов и нового поколения российских экспертов. Это произошло очень быстро. И мы не утратили российских экспертов. У нас до сих пор работают те люди, которые стояли у истоков нашего института. И сейчас также есть новые специалисты. и после того, как Советский Союз распался, в 95-м году наш институт начал новую, важную программу для молодых ученых, который называется «Летняя программа для молодых ученых». И более сотни молодых ученых приехали из России на несколько месяцев на стажировку. И сейчас эти стажировки продолжаются. И это очень полезно. Я был свидетелем этого переходного периода, но когда находился не на посту директора, а на других должностях, и я видел, что поколение пришло новое после того, как Советский Союз распался. И молодежь, люди среднего возраста стали уходить из науки. Мне было очень приятно увидеть, что когда я приехал сюда, меня встретили очень молодые специалисты. Один из них был молодой ученый, ему 25 лет. И сейчас он заканчивает работу на своей докторской диссертации. И я спросил, как он видит свое будущее. Он говорит, конечно же, я связываю с наукой. И сейчас я вижу, что молодежь связывает свое будущее с наукой и хочет заниматься научной деятельностью. Я думаю, что сейчас у вас появились очень хорошие надежды и свежие ростки молодых ученых. Мы тоже связываем большие надежды с нашим новым поколением. Скажите, господин Кобот, а сегодня вас кто обвиняет в шпионаже? Сегодня вас кто-нибудь обвиняет в шпионаже? Нет, в данный момент нет таких проблем. Мы работаем с Российской Федерацией. Я должен сказать, что у нас есть определенные вызовы, некоторые из них сложные. Сейчас мы обсуждаем с некоторыми членами нашего института. США, например, говорят о том, что наш институт должен играть более весомую роль в построении моста между остальным миром и Ираном. И, конечно, очень интересно и важно увидеть с геополитической точки зрения, как будет развиваться этот проект. Я готов заниматься этой работой как директор института. И я бы хотел видеть в ряду ведущих партнеров Россию. И здесь речь идет не о шпионской деятельности, а о геополитической вопросе, очень важной. То же самое касается проблемы Ближнего Востока и Израиля. Очевидно, Израиль это одна из стран, которая нас интересует. И мы хотели бы построить мост. И, конечно же, Российская Федерация и Китай и Соединенные Штаты. И Китай, кстати, является членом нашего института. И для нашего института мы должны быть в состоянии выработать специальные подходы к этим странам, членам, выстраивать мосты и правильные подходы к сотрудничеству. А кто сегодня определяет повестку дня, когда мир сталкивается с большими угрозами? И голос какой страны звучит сегодня громче? Официально наш институт является независимым. У нас существует такая система совета института, в которой входят 20 членов. На самом деле 19 стран, но в следующем году будет 20, Австралия присоединяется. И совет в него входят самые разные члены из разных стран. Например, представители правительства США, есть ученые, исследовательские организации, их поддержит президент Обама. Есть также специальный комитет из Российской Академии наук. Это демократическая организация. Мы выбираем директора путем выборов. Но я должен сказать, что есть некоторые вопросы, очень интересные. Например, старые члены, кто стоял у истоков, создавал институт, которые работали над наукой. И здесь новые страны появились, Пакистан, Китай, Индия, Египет. Они видят наш институт по-другому, в отличие от старых членов. Они менее заинтересованы в глобальных вопросах и больше интересует двустороннее сотрудничество, конечно. Я лично считаю, что наш институт должен заниматься глобальными проблемами. Наш институт не должен заниматься только двусторонним сотрудничеством и развитием между странами третьего мира и развитых стран. И наша миссия очень важна. Я должен сказать, я буду говорить о том, что Россия очень важный партнер. и она может помогать нам в выполнении этих глобальных миссий. Мне также очень приятно чаще приезжать в Россию и встречаться с представителями Российской Академии наук и правительства, встречаться с советниками и помощниками президента России. и мы будем работать над очень важными проектами между Российским правительством и институтом. Это будет сотрудничество, посвященное исследованию Арктики. Арктика очень важна и стратегически важна регион. Будут открыты новые северные маршруты в перспективе и ожидается определенное экономическое движение, также экологические вопросы входят также стабильность и я думаю наш институт очень важен и интересен для вашей страны, для будущего развития Арктики. Даже мы предполагаем сотрудничество с Норвегией и возможно с Канадой также. Также вот это один из вопросов, которые я хотел обсуждать с представителями России и я буду еще приезжать и снова возвращаться к этому вопросу. Еще один проект Российской Федерации это Российская экономика. Евразийский вопрос сотрудничества, не только сотрудничества, институт является советником Европы, у нас накоплен большой опыт и данные и мы можем также помогать в выработке различных экономических сценариев, также помогать социальному и экономическому культурному развитию в глобальном контексте. И следующий проект после арктического проекта это будет евразийский проект, посвященный сотрудничеству. Какие экономические прогнозы, я имею в виду глобальную экономику сейчас, поскольку мы о ней говорим в большей степени, вам кажутся наиболее реалистичными на сегодняшний день и в ближайшей перспективе? Согласны ли вы с тем, что мир входит в стадию длительной рецессии и выхода из нее пока нет? Я не согласен с этим тезисом. Я думаю, сейчас этот вопрос, конечно же, очень важный. Вопрос, но мы преодолем этот кризис и, возможно, глобальные ресурсы по-прежнему огромный и не наблюдается их нехватка. Однако, я бы не был специалистом, профессором и директором института, если бы я не заглядывал в будущее. И я считаю, что я убежден, нам необходимо думать о совершенно другой экономической модели развития. Та модель, которая будет измерять не только массовое производство, но также будет вкладывать деньги и средства в другие экономические драйверы, экологические системы, например. Такие вопросы, которые мы пока еще не уделяем внимания как люди. И есть страны уже в мире, которые пытаются выстраивать такие структуры. И даже компании также заинтересованы в этом. Я также убежден, что мировая экономика находится сейчас в тяжелом положении. И энтузиазм, который испытывали мировые лидеры о быстрочем развитии, зеленом развитии, сейчас изменился в сторону конкурентного отношения между экономикой и окружающей средой. я был на встрече в Рио-Дон-Де-Жанейр в июне, где обсуждалась концепция зеленой экономики. Я думаю, что сейчас нет необходимости. Я лично считаю, что зеленая экономика на самом деле это реальная возможность для бизнеса. И наш институт работает над рядом проектов, чтобы показать, что зеленая экономика на самом деле может способствовать динамичному росту мировой экономики. Мы должны увидеть выгоды вложений в окружающую среду. И подводя итог, я должен сказать, что мировая экономика находится в кризисе. Но если же говорить о длительной перспективе, то мы должны думать серьезно о будущем, чтобы изменить нашу модель развития. Может быть, тогда вы знаете, какая идея может лежать в основе нового витка научно-технического развития. Раньше было электричество, телекоммуникационная связь, интернет. Что сейчас спрашивают ученые всего мира? И бизнесмены тоже, потому что должны решить, куда вкладывать свои деньги. Думаю, два основных момента важных здесь. Технология, переход технологический и те инноваций, которые сейчас мы видим, они будут играть важную роль. Вот один пример, который привел на пресс-конференции в России. Паровой двигатель на момент изобретения потребовал 60 лет после изобретения, чтобы он стал играть глобальную роль. Когда айфон появился, то прошло всего две недели для того, чтобы он играл глобальную роль. Так что коммуникация сейчас очень важна для глобального роста. И я думаю, коммуникация будет играть по-прежнему важную роль для того, чтобы новые изобретения внедрились быстрее. И я думаю, также большую роль новых возможностей зеленой экономики. Например, я был пару недель назад в Калифорнии с моими студентами. И когда мы пошли на супермаркет, мы покупали продукты, и мы можем просканировать продукты с помощью айфона, чтобы узнать, сколько было потрачено продуктов для изготовления и насколько было загрязнено на окружающую среду. Среда. И вот теперь это очень простая технология. И мы выбираем продукты, используя информацию. Так что мы можем приблизиться к потребителю с помощью телекоммуникационных технологий. Но и также очень важно, я считаю, фактор развития. это энергия, стабжение энергоресурсами и водные ресурсы. Не нужно забывать также о как управлять и контролировать эти мировые запасы. У нас сейчас никаких мировых соглашений. это очень важный вопрос. Независимо от других от воды и загрязнений, мы сейчас выпускаем возможность, что это вопрос очень связанный. И наш институт пытается объединить эти вопросы, сказать о том, что это взаимосвязанная будущая экономическая модель, как раз будет модель, вероятно, которая будет предоставить больше сотрудничества и связи между разными отраслями и сферами. Транспорт, вода и будет более системный взгляд и подход. Что будет более рационально и дешево. И наш институт рассчитывает разные возможности. Если будем сочетать экологические и климатические аспекты, то мы можем удешевить все на 40%. Так что сотрудничество коммуникации и телекоммуникации в будущем более быстрый переход и внедрение и новые подходы к использованию и сохранению природных ресурсов. Вот что важно. Кроме всех этих аспектов вы забыли упомянуть еще один крайне важный политический аспект. Должно быть желание политиков, Киотский протокол, яркое свидетельство тому, что одних рациональных желаний мало. Должно быть желание политиков больших государств. я тоже скажу, что стила международных конвенций конечно иногда не играет такую важную роль и мы видим реальность. Я представлял голландскую делегацию, когда подписывался Киотский протокол и последние 15 лет энтузиазм угасает. Но я считаю, что есть модель, которой мы можем последовать. И эта модель, по моему мнению, это общественное партнерство государства, которые будут связаны с соглашением, связанным по защите озона условия. Я думаю, что частный сектор был совершенно забыт при подписании Киотского протокола. И частный сектор, он зарабатывает деньги, и мы не должны забывать о нем. Я думаю, такая коалиция, это коалиция, которая должна выстраиваться снизу вверх. И это стратегия нашего института на будущее. Например, при новых проектах, касающихся сохранения воды, мы не только привлекаем наилучших ученых, но также компании, фирмы, занимающиеся технологическими разработками, которые желают инвестировать в новые технологические инновации. Так что я считаю, что создание частных компаний, занимающихся инновациями, это будущее. У нас остается совсем немного времени, и я все-таки хотела бы закончить, продолжить тему политики и закончить, наверное, ею. Я вспоминаю очень интересную книгу, и сейчас довольно популярную, книгу Джорджа Фридмана, называется «Следующие сто лет». А сейчас есть книга «Следующие десять лет». Глава Стратфор пишет о том, что страны и в ближайшие десятилетия, и в следующее столетие будут преследовать только свои цели. Какими вы видите следующие десять лет? И какие у вас основания считать, что мировая политика может быть разумной, и страны могут объединяться ради общих интересов? я испытываю оптимизмом. экономистов, которые работают, являются советниками, думаю, невозможно думать только о себе, потому что мы настолько взаимосвязаны в современном мире, и местные руки переплетены, связаны с глобальным рынком, и в глобальной системе мы не сможем существовать по-другому. если, конечно, не будет глобального конфликта, возможно, в этом случае, когда этот конфликт будет связан с нехваткой ресурсов, сейчас миллиарды людей, и это население будет расти, и скоро не хватит этим миллиардам воды, так что мы должны думать об этом, как решать этот вопрос. Но я оптимист, что в конце концов экономическое возрождение, все-таки возможно, и мы сядем за стол переговоров, и также я бы хотел сказать о том, что я бы хотел попросить лидеров это возможность сотрудничать с нашим институтом и приносить больше пользы, и глобальная политика, конечно же, не будет возможно без их участия, и наш институт готов участвовать в этом и помогать. Господин Каббат, я бы пожелала вам успехов, если бы вы пообещали мне, что вы не готовите больше падения ни одного режима и ни одной страны. Еще и спасибо. Я благодарю вас. Это была программа «Мнение». Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова